Всех приветствую на своем канале. Был у меня обзор посвященный кофе. Решила я сделать обзор посвященный чаю. Зеленому чаю. На днях я буквально вчера купила чай Алла Козой. Зеленый ганпаудер. Точнее он же порох. 100% На самом деле он не китайский, хоть и зеленый. Такой чай я покупала где-то в начале 2000-х, буквально 2002-м, наверное, году первый раз увидела когда училась в Кульке и во время ожидания автобуса бытия на своем своего бытия на вокзале на Ярославле Главном ходила по магазинам которые там были. Ну и вот увидела однажды такой чай и в результате потом стала покупать, рекламила у нас, у нас его стали привозить. Потом я очень долго его не видела, а тут внезапно оказалось, что зеленого чая в чистом виде у меня нет. Но у Лунги я не считаю зеленым чаем поэтому долго думая, я вчера все-таки зашла в магазин и увидела его. Стоит он порядка 85 рублей за 100-граммовую пачку. Это очень хороший чай, его даже еще не распаковывала. 100% натуральный целонский зеленый чай. Но вообще он производится у нас точнее произведено и упаковано в Объединенных Арабских Эмиратах. Хотя вот сейчас я подумала, если он цейлонский чай. Раньше он был очень классный. Но Маша сейчас его периодически нахваливает. Я надеюсь, что он не изменился. По крайней мере, упаковка у него все еще та же. У меня очень часто в нем попадали всякие брелочки от кожаных брелочков на ключи, которые я обычно бабушке давала. У него даже один еще до сих пор живой и с ключами вместе. Далял какой-нибудь картинки такой. Тоже брелочком. Вот такой вот чай. Сейчас я его, наверное, при вас вскрою. Можно сказать, хороший чай на каждый день. Если вы пьете, допустим, только зеленый. Вскрываю я, как обычно, варварским путем. Хотя вот только сейчас обнаружила, что тут пленочка. Можно было потянуть и вскрыть. Сейчас вот здесь вот такая вот фирнушка сделана. То бишь, потяни. Но у меня она почему-то тянется не за нее. Поэтому я его открываю уже как откроется. А вообще можно было потянуть и потом закрывать. Он до сих пор поставляется вот в такой вот фольге. Такой пакетик. Сейчас я его при вас вскрою. Еще такой же чай волокоза есть черный. Ну, конечно, сейчас уже пошло и местами он тоже, можно сказать, испортился. Там стали добавки химические, местами травяные, местами химическими. И очень часто я его одно время видела только пакетированный. Но пакетированный чай, даже волокозовский, я считаю, что это не очень хорошо. Это в редких случаях. Допустим, как вот мне родня на 8 марта подарила. Ну, попробовать можно, хотя она такой чай облизывалась. Иногда она жаба душила, просто из-за того, что он пакетированный, покупать его. В подарок вполне сойдет. В общем, что могу сказать. Не знаю, как он будет при заварке. Я его очень давно не видела. Но, в принципе, конечно, это не порох. Уже. Это уже не порох. Хоть он и похоже, скручен так вроде как прилично. Ну, и вот, к примеру, тут уже попадается какая-то полупалка. Я-то думала, что я его сейчас отрекламлю вам. И вы будете его покупать. Или искать где-нибудь. Ну, учитывая, что уже не состыковка Арабских Эмиратов и Цивонского чая. Хотя все та же коробочка и того, что я обнаружила внутри. Хотя он пахнет, в принципе, зеленым чаем. Но я даже и не знаю. Но будем надеяться и верить Машина Сола, что он действительно хороший чай. Я его заварю, а потом, возможно, скажу, если кому-нибудь это, конечно, интересно, свое мнение. Или даже засниму его в заварочном виде. Вообще написано, что премиум теа. Но раньше он был очень классный такой чай. Мне он очень нравился. Я его покупала исключительно вот только такой. Еще был черный чай. Чай Мэри. В нем обычно вкладывалась ложечка. Этот я покупала. Мне часто попадались какие-то сувенирчики в нем. А чай Мэри всегда покупала исключительно из-за ложечек. Сейчас, может быть, даже достану тут какую-нибудь. Хотя нет. Сейчас у меня их, знаешь, под рукой нету. Но попадались примерно как потом. Вот как похожие на эту ложечку из Ле Кафе. Только чуть поменьше. И разные. Они все были разные. И с другой стороны было написано чай из Индии. Ну, если вам хоть чуть-чуть было интересно, то я очень рада. Ну, и до новых встреч. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...